всем привет вы на канале вышивка плюс сегодня хочу показать вам такое видео сборная за всю неделю я редко снимаю вышивальные недели не все вышивальные недели мне нравится когда в течение недели показывается один процесс то это на мой взгляд скучно я решила разнообразить свою вышивальную неделю и сделать ее в формате 7 дней 7 процессов в общем на протяжении этой недели я буду вышивать каждый день разный процесс я думаю что и вам будет интересно посмотреть и в то же время а мне будет интересно понравится мне менять процессы каждый день или нет потому что до сегодняшнего дня у меня была такая ротация я вышиваю каждый день какой-то один процесс и только один-два раза в неделю беру другой процесс и тем самым у меня получаются большие продвижения здесь конечно же продвижение будут небольшие но все равно хочется сделать такое сборное видео девчонки просят видео обо всех процессах конечно же все процессы у меня в одно видео не уместятся но хотя бы так если в неделю вышивать более семи процессов тогда я не знаю какие там будут продвижения если только по одной-две ниточки но мне это не нравится я хочу видеть результат поэтому такая ротация не для меня ну в общем попробую я никогда я в течение недели не вышивала 7 процессов но вот сейчас попробую в общем понедельник какой у меня процесс понедельник я закончила сегодня понедельник вот такую вот работу от фирмы мари искусница начала я ее недавно и так быстро она у меня продвигалась это первый мой опыт вышивки на льне вот сейчас покажу что у меня получилось здесь лен 25 каунта 2 игр ниточки финка вот такой у меня получился результат отпаривала сейчас лен столкнулась с тем что он очень сложно отпаривается ну кто вышивал на льне наверняка это знают я не знала этого первый раз я вышивала на льне до этого я вышивала на линде линда хорошо гладится а вот лен плохо причем вот есть участки где вроде как хорошо отпарился а есть участки вот здесь которые близкие к вот к вышивке здесь очень плохо но я не стала сильно отпаривать потому что гладить повторно работу все равно я буду работа еще не совсем завершена вот как раз я ее планирую а сегодня завершить а вот как видите здесь в серединке фрусилки вот такие желтенькие фрусилки я хочу их заменить бисеринками здрасте уйди пожалуйста не нужно наступать мне на картину уйди до свидания для фрусилков используются вниз 27 номера вот такая светло-желтая а я хочу заменить бисеринками а у меня от наборов от я много вышиваю бисером всегда есть остатки бисера и я сейчас попытаюсь приложить какой-нибудь из этого бисера я вам честно скажу я очень люблю золото я вам честно скажу я очень люблю золото обожаю золото мне так нравится когда блестят бисеринки но не знаю не знаю мне кажется блеска здесь будет лишним все-таки лен такой тон до приглушенный нет наверное в этой картине не будет у меня блеска хотя очень люблю я блеск так вот такой есть бисер светло-желтый вот такой и желтый он тоже с блеском вот такой и желтый он зеленым оттенком и есть еще вот такой желтый вот он немножечко поблескивает и вы знаете мне очень нравится потому что он вроде как поблескивает и в то же время он не золотой хочется мне до чего-то блестящего он по тону подходит вот сюда в серединку вот этого бисера у меня мало я думаю что на три цветочка его не хватит а вот этого хватит я сейчас попробую рассыпать его наложить и посмотрю вот так получается на мой взгляд это вообще идеальный вариант мне кажется желтый бисер если он не прозрачные без блеска будет слишком контрастно смотреться слишком крупно врузилки все-таки помельче мне кажется вот это вот будет самое то ну все решено пришиваю этот бисер тем более что у меня его много и покажу что у меня получилось пока я еще не пришила бисеринки и не испортила изнанку хочу вам показать свою изнанку кто смотрит мой канал постоянно знают я не стараюсь и знаю изнанку делать идеальный на некоторых работах у меня вообще отвратительная изнанка а на некоторых получается вот такая симпатичная причем это у меня происходит как-то непроизвольно вот в этот раз так получилось я не знаю чего это зависит то ли от схемы то ли от настроения но в общем я не стремлюсь к идеал меня изнанка вообще не волнует потому что я не вышиваю прикладные работы все работы я оформляю но вот в последнее время я закатываю в рулон ношу с собой на встрече работы и как-то я так задумалась что на некоторых работах все-таки нужно делать красивую изнанку когда берешь с собой чтобы не стыдно было показать хотя я никогда не обращаю внимание на чужие изнанки но сложился такой стереотип что изнанка должна быть идеальной даже если работа будет оформлена ну вот хочу вам показать что у меня получилось конечно же сейчас а я буду пришивать бисеринки и уже вот эти серединки будут испорчены вот здесь вот есть протяжки небольшие опять же при желании можно было бы их спрятать я знаю как это делается просто не хочу тратить на это свое время ну вот как получилось так получилось но все пришила я бисеринки вот такие вот ниточки у меня есть в одну ниточку получается не такие бледные ну в принципе подходят и под желтый они светло зеленый в одну ниточку пришивала чтобы не видно было и вот такие получились пестики тычинки так эту работу уже все потоптали все понюхали уйди речка в общем вот такая получилась красотища про оформление пока не знаю есть у меня задумка но нужно мне с багетчиком проконсультироваться поэтому не могу вам пока ничего сказать про оформление так и сейчас иду пытаться второй раз отпаривать надеюсь у меня получится но все вроде у меня получилось отпарить пришлось не на мягком полотенце это делать в один слой полотенце стелите все равно конечно вот так вот так когда боком смотришь то есть такие места вот уж крестики не стала сильно пришпаривать но вот так когда ровно лежит так вроде все нормально ну все с этим процессом закончена как оформлю потом вам следующих видео покажу но завтра вторник приступим к другому процессу и так вторник у меня во вторник вот такой процесс это дракон подушка от фирмы панна у меня было начато то есть были вышиты только вот эти вот пальчики коготки но и я вышивала немного сейчас покажу что получилось вот вот это вот я вышила вот этот круг вышила ну в общем вот такой фрагмент вышивается на одиннадцатый канве на крупный в четыре нити те кто вышивает подушки от панны обратите внимание у них есть подушки которые вышиваются в 3 нити а вот этот дракон в 4 нити а вот здесь вот много блендов бленды вышиваются две нитки одного цвета и две нитки другого цвета ну в общем вот так я повышевала не очень у меня плодотворный на день был а вторник время на вышивку было мало ну в общем вот так мне удалось повышевать но в любом случае это хорошо потому что этот процесс лежал очень долго и я его достала и наконец-таки продолжила итак среда до вышивала я икону святая огня ну кто смотрит мои трансляции уже видели а в трансляциях много раз я показывала поэтому много уделять внимание не буду в этом видео когда оформлю то сниму отдельное видео планируя отнести оформлять бисерные работы я оформляю сразу потому что когда они лежат пылятся я все их оформляю под стекло но забегая вперед хочу сказать очень понравилась мне икона цвет лица единственное что вот этот вот шелк он напоминает мне балоневую куртку и не всегда как-то не очень приятно а держать в руках выпрыгивает вышивала на пальцах для меня непривычно вышивать а бисером на пяльцах но все же я справилась все получилось хорошо вот так вот как пришивала бисеринки я уже показывала также как пришивать бисеринки в круговой технике чтобы они выглядели вот так ровненько я тоже показывала в предыдущих видео у меня есть если интересно заходите смотрите ну все когда оформлю будет отдельное видео про эту работу я стараюсь обо всех своих видео готовых снять отдельный ролик чтобы зрителям удобно было смотреть но и мне чтобы составлять список да я так и не составила еще список своих готовых работ нужно пересматривать канал ну когда у меня начнется отпуск надеюсь что он будет длительный и я как раз этим займусь все перепишу в общем вот такая вот у меня получилась икона размер ее небольшой но зашивается здесь достаточно много а только ликвод да и вот смотрите сейчас она лежит вроде казалось бы лик стянут но потому что очень тонкая ткань а девочки спрашивают а если немножко стянута натянется или нет да в нашей багетной мастерской мне все нормально натягивают я даже сейчас когда руками и и растягиваю все нормально растягивается вот видите вот здесь все ровненько вот лежит и здесь в общем то не стянуто просто очень очень тонкая ткань и когда лежит вот видите в общем то все нормально это натянется вот такое бывает я первый раз когда вышивала вообще очень сильно стянул работу на шелке у меня была роза я думала ее не исправит нет багетной мастерской все мне натянули она выглядит прекрасно но вот почему-то когда шелковые работы я снимаю с пялиц вот видите когда на пальцах вот так все нормально а снимаю получается немножко она съеживается на хлопковой основе как-то ровнее лежит когда основа тяжелая вот здесь очень-очень она тоненькая и легкая когда тяжелее основа то как-то ровнее получается но в любом случае а бисеринки пришиты нормально вот так что ну в общем оформлю покажу сами увидите заранее что говорить а то вдруг еще и не натянется вот будет номер но ладно все в общем у меня получается на этой неделе закончены две работы я думаю что пора начать что-то новенькое сегодня уже начинать не буду потому что устала но планирую начать новое и вы естественно увидите четверг будет новый процесс сегодня я печатаю схемы схема от авторов приходит формате pdf и я их открываю на компьютере и печатаю четверг сегодня я буду вышивать новый процесс вот такой вот красивый процесс от екатерины волковой роза называется обаяния там много разных розочек это новинки и хочу вышить а я покупаю авторские схемы комплектую и они у меня а лежат также как и наборы но хочу начать вышивать и вот хочется повышивать вот эту розочку размером она не очень большая крупная сейчас я масштабные процессы не беру а в работу потому что у меня много начатых процессов ну как и на всех авторских схемах конечно же здесь есть бэкстич но работа упрощается тем что здесь нет четверть крестиков ну достаточно легкая здесь техника я не скажу что прям очень много бэкстича ну и сама работа не особо масштабная как оформлять буду и куда пока не знаю даже если она будет лежать в рулоне я не переживаю мне очень нравится носить этот рулон навстречу вышивальщиц поэтому пусть будет не оформленная в любом случае сам процесс принесет мне массу удовольствия в общем здесь не так много ниток вот как видите 25 цветов в работе ниточки dmc у оли в радуге вышивки я заказываю всегда нарезку ниток в общем сейчас запялю канву начну от центра я всегда на равномерке так вышиваю помечу центр и буду вышивать сейчас я засеку время и скажу вам за какое время я вышью кусочек мне даже самой интересно я никогда не засекала время никогда не сверяла сколько крестиков я вышиваю но понятно что подсчет крестиков я вести не буду но хотя бы визуально мы с вами посмотрим сколько я вышью за вечер ну что вот это я немножечко повышевала думала повышеваю чуть-чуть не могу оторваться я провышивала почти 6 часов смотрите сколько я уже вышила для основы я выбрала британи 28 каунта очень похоже на линду на линду 27 ну если бы я разницу бы не знала я бы подумал что это линда когда рядом прикладываешь эти две тканюшки то разница конечно же заметно если если не сравнивать то абсолютно не за а если не сравнивать эти две ткани то возможно я бы и не догадалась что это британи я бы подумал что это линда в общем разницы для меня абсолютно нет вышивать на британи или вышивать на линде то есть подружилась с этой основой я нормально смотрите какое смешение цветов вот эти переходы это настоящая ну я не знаю как сказать радуга в радуге правда другие цвета но я что хочу сказать что вот эти переходы они такие вроде как резкие да но в то же время здесь много блендов причем бленды неожиданное такое сочетание цветов например розовый с голубым розовый с сиреневым зеленый с розовым ну в общем очень очень много блендов блендов даже больше по моему чем основных цветов но я не подсчитывал но во всяком случае вот и в этом участке в котором я вышивала здесь практически одни бленды и очень сложно поверить что получится вот такая красота хотя я уверена что получится потому что в группе где я увидела эти работы увидела эти схемы я как раз таки увидела другие отшивы этого автора и в принципе отшив нормальный вот сейчас мы сдалека если посмотрим но учесть что еще будет бэк в принципе результат будет такой же она вблизи вот так вблизи когда смотришь просто неожиданные цвета никогда бы не подумала что в розочке могут встречаться такие цвета а тем более такие неожиданные смешение нитей ну в общем работа интересная вот хочу сказать что работа очень даже интересная ну все хочется мне вышивать дальше вообще идеальный вариант для марафона я не хотела марафонить но когда я посмотрела на часы и увидела сколько часов я провышивала наверно нужно было мне из этого видео сделать марафон и вышивать эту розу как раз ее в марафоне закончится я шучу конечно столько времени я не смогу провышивать но я не думала что меня так затянет этот процесс в общем не могу оторваться не знаю какой еще процесс буду вышивать завтра хочется продолжать вышивать этот процесс вот эту розочку но поскольку я уже затеяла такой формат 7 дней 7 процессов значит завтра в пятницу буду вышивать что-то другое пятница вы видите перед собой салфетки я не собираюсь их вышивать нужно готовиться к пасхе поскольку вчера у меня был вышивальный марафон на протяжении многих часов а сегодня я работала я уже не в состоянии вышивать причем надо наводить дом порядок и украшать яйца украшать яйца буду декупажем вот такие у меня есть салфеточки у меня только один вариант поэтому мне еще нужно сходить в магазин во первых найти белые яйца потому что тимур купил коричневые рыжие ну в общем вы поняли да нужно белые яйца и если попадутся еще какие-нибудь салфеточки на белом фоне для украшения если получится сниму видео выложу на канал жили были вообще у меня есть уже на такое видео а я вам в конце оставлю декупаж я давно снимала этот ролик ну а если будет время в этом году сниму и покажу еще раз еще мне пришла посылочка от моей зрительницы алена большое спасибо в этой посылочке держатель для пялец да еще один у меня держатель для пялец буду снимать обзор в отдельном ролике а также в этом ролике я расскажу какие еще у меня есть станочки и на каком мне больше всего удобно вышивать я пришла к маме в гости мама здесь рукодельничала посмотрите какие она сделала текстильные яйца к пасхе сувениры у нее на канале есть мастер-класс мадам плюшкина называется ее канал у меня есть вкладка канала и там есть есть ссылочка на ее канал и вот так украшала вареные яйца декупаж я тоже у меня есть такой мастер-класс тоже буду еще раз делать салфеточки я уже купила для мастер-класса вот такая вот красотища и по куколке мау тебя есть мастер-класс как она называется желаница желаница это нужно желание заката ей нужно желание она исполнит там написано аннотации к ней и вот шкатулочка просто космасовая баночка и прищепки деревянные вот видите девочки мы с вами деревянные пуговки мы с вами нам вышивки помешаны а мама любит у меня вот такие и декоративные творчество люблю прикладное я люблю вещи функциональные чтобы это было в дело у у нас тоже нет я ничего не говорю про вас я вам показывал у меня салфетки с клубничками вот такие вот купила с маргаритками и с розочками поскольку клубнички красненькие я выбирала салфетку салфетки чтобы цветы были красные или розовые хотя бы но нужно было заранее готовиться выбор уже небольшой в принципе нормально по цветовой гамме они подходят вот так вот делать в этом году в принципе я каждый год так делаю а если времени нет то клею термопленку кстати у меня есть видео где я клею термопленку и тоже набрала просмотры оказывается есть люди которые термопленку не умеют клеить так мама тут принесла свои запасы я тебе дам вот это красиво подходит вот как раз а в принципе мама не похоже может именно за что будут смотреть они почти одинаковые похожи я выбирала ты хочешь вот эти не ну я теперь давай распечатаем паре она половина возьмем надо подсолнух очень большой бабочка хорошая подсолнух очень большой но одну салфеточка револючки я лишний коробки к маме сюда отвезла мама теперь мне вот они твои глазки только на 1 салфетка эти чего-то вырежу себе сколько тебе слушай а мне тоже ведь было я не знаю мы же неужели мы их израсходовали наверное у меня дома пользуются моими салфеточками мне вам только розово-красный я не буду много набирать кстати вот я в течение года если увижу буду покупать салфетки я что-то не задумывала что это заранее покупать нужно есть магазин у нас где поштучно их продают а зачем нам поштучно когда мы много ездим по торговым комплексом знаешь сколько вам там попадают салфеток я теперь буду покупать запаса не надо куда деньги тратить мы же пользуемся дом салфетка несколько штук оставить да для декупажа остальные использовать ну давай это распечатывай вот это надо с маргаритками тоже надо печатать возьми себе несколько маргариток вообще мы с мамой сегодня ходили в дом пуховой моды вы ролик уже видели кто не видел посмотрите очень интересные там работы они продаются но и многие даже не догадываются какие красивые дизайнерские вещи делают из наших оренбургских паутинок это дизайнер анна советова ссылочку я вам в конце оставлю в конце этого видео можете посмотреть предыдущем видео там я подробно рассказываю но в общем сегодня такой день у меня был насыщенный вышивать много не получилось вот вы сейчас перед собой видите работу это дракон от фирмы панна из этой серии я уже вышивала денежное дерево денежную гору и теперь дракон в общем мне понравилась эта вся серия а я решила ее вышить рассказывала я о тех своих работах очень тяжело вышивается очень много блендов вот эти цвета настолько часто меняются особенно вот здесь вот видите я не зачеркиваю схему но наверное нужно зачеркивать постоянно путаюсь и по вышивать мне не удалось в общем вышила буквально немножечко прям сделала несколько крестиков но я думаю что этого достаточно у меня начало недели было насыщенное очень много часов я вышивала я просто устала и сегодня вышивать не хочу не то что не хочу но отдыхать нужно но получается вообще обалденная работа она у меня вот на таком держателе пялиться это эту подставочку мне катюша дарила в общем-то для меня подставочка низковата низко голову опускаю хотя она максимально выдвинута вот кстати вы видите плед это тоже катюша мне дарила я им накрываюсь к ноги накрываю я полулежа вот так на кровати вышиваю и ноги накрываю пледом вот тут у меня ричард вот в ногах он всю кровать перевернул прежде чем лечь он закапывается в общем в такой мы вот обстановке здесь уютный вышиваем вот так выдвинута у меня до конца но все равно как-то не могу приспособиться низковато голову все равно опускаю но понемножку все равно вышиваю в принципе удобно я не знаю просто я может быть еще не приспособилась в общем ладно вышила немножко но в любом случае взяла другой процесс да уже он у нас по счету получается какой пятница 5 до завтра будет следующий процесс на самом деле тяжелый формат я затеяла он мне напоминает марафон потому что вот я сегодня вообще не хотела вышивать но как же я покажу неделю 7 дней 7 процессов мне обязательно на этой неделе каждый день нужно повышевать 7 процессов хотя бы несколько крестиков сделать в общем у меня такое ощущение что я участвую в каком-то марафоне сама придумала такой формат и мне что-то тяжеловато честно признаюсь вот пятница мне тяжеловато хочется отдохнуть но такое ощущение надо надо сесть и вышивать причем взять другой процесс а хочется вышивать розочку но в общем обеззаловка это не для меня формат вот сам фара сама идея формата мне нравится но выполнить это очень очень сложно кстати если хотите повторить присоединяйтесь сегодня у нас суббота в субботу я решила повышевать вот такой пасхальный сюжет пасху на завтра воскресенье ну конечно вы будете смотреть это видео уже на следующей неделе потому что мне нужно видео закончить снять еще воскресенье и на следующей неделе буду монтировать загружать поэтому у вас уже конечно же не суббота и уже пасха прошла ну в общем у меня вышита половина яйца это яйцо на пластиковой канве от фирмы жар птица половина вот у меня уже готова бэк уже все сделан бисеринки пришиты в общем она готова у меня полностью я уже по моему в своих процессах его показывала в общем мне нужно вышивать вторую половину я засекла время и хочу вам показать сколько я вышила ну за определенную за определенное время мне даже самой интересно как будет продвигаться вышивка в общем сейчас вы увидите все вот такие у меня результаты я вас очень удивлю вышивала я сегодня пять часов 5 я сама удивлена за пять часов вот столько у меня вышито на мой взгляд это очень мало за пять часов уже наверное должно быть гораздо больше кажется что такая маленькая работа но вот эту вот половинку я вышивала три дня на 4 3 вечера на 4 делала бэк она 5 бисеринки в общем у меня ушло 5 вечеров ну если например учесть что я два дня в неделю не вышивала то вот эта половинка неделя да я не знаю почему у меня так медленно продвигается вышивка мне кажется что раньше у меня гораздо больше было вышитых работ но понятно что у меня сейчас одна рука не работает но в любом случае вышиваю я только правой рукой левый я только придерживаю ну в общем как-то медленно продвигаться вот столько у меня выше то вообще очень нравится мне вышивать на пластиковой конве но устаю все равно хочется взять канву не знаю почему результат мне нравится и сам процесс мне нравится как как идет но все равно хочется взять канву у меня почему-то левая рука устает держать вот этот вот маленький кусочек гораздо удобнее мне держать в руках пяльца 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 мы передвигаем когда я вышиваю вот этот край вот правый то мне вот так приходится вот брать вот далеко вот так вот так тянутся не знаю рука очень устает когда вот этот край вышиваю где-то середину так то нормально даже ну вот этот краешек тоже вот так надо держать не знаю как то вот так мне удобно у меня аж бывает руку сводит но может потому что она у меня болит и и сводит не знаю но как то тяжеловато честно скажу хочется мне в воскресенье и тоже повышевать чтобы побольше продвинулась но у меня же формат семь дней семь процессов поэтому завтра какой-то другой процесс я возьму но пасха я не знаю в принципе получится ли у меня завтра вышивать возможно не получится или совсем чуть-чуть но в любом случае я вам покажу какой будет седьмой процесс завтра будет день завтра будет видно пока точно сказать не могу вот смотрите как я организовала процесс на пластиковой конве с одной стороны очень очень удобно вот видите биндером прикрепила и все держится вообще занимает очень мало места идеально подходит для дорожного процесса все складывается в маленький пакетик вот так ниточек здесь немного можно маленькие ножнички 9 сантиметровый с собой и прям вот в сумочку в дамскую сумочку очень даже вот такой процесс прекрасно войдет в общем это я считаю самый идеальный вариант для дорожного процесса это вышивка на пластиковой конве ну в общем вот так у меня получается большие проблемы у меня с оформлением работ даже вот шить две половинки это для меня сложно но не то что сложно что я не умею это делать мне хочется вышивать мне совершенно не хочется шить поэтому много моих работ лежит не оформленных до конца не доделанных где-то чуть-чуть бисеринки не пришиты где-то не шиты вот так вот две части есть у меня четыре без корню которые вышиты но не шиты в общем я не знаю пока у меня нет настроения заканчивать хотя прям можно было каждую работу закончите за неделю показать несколько готовых работ я прекрасно понимаю что было бы интересное видео сразу несколько готовых работ но нет настроения я все делаю по настроению пока мне хочется просто вышивать вот собственно чем я и занимаюсь так ну что хочется продолжить но придется отложить вот еще что хочу сказать какой вывод я сделала я люблю вышивать один процесс несколько дней то есть вот такой формат ежедневно менять процессы это не для меня я абсолютно не представляю как девочки за день могут менять несколько процессов например один процесс повышевать час-два второй процесс совершенно не видно продвижений я хочу чтобы у меня были большие продвижения три дня точно я должна вышивать работу то есть это вот мой формат все таки мой идеальный формат я вот для разнообразия пробую разные варианты кому подойдет вот этот процесс 7 дней 7 процессов в принципе интересно посмотреть в одном видео 7 процессов но по результатам мне все таки хочется видеть гораздо большую вышитую площадь поэтому для меня идеально это три дня вышивать один процесс один день взять какой-то процесс немножко повышевать и допустим еще пару дней там два-три дня вышивать еще как еще третий процесс ну то есть в неделю не более трех процессов иначе не видно продвижений то есть процессов можно конечно же расплодить много и семь и двадцать семь и пятьдесят семь но результата не будет морального удовлетворения все равно от этого не получу вот но в общем все равно мой формат не такой вот и собственно почему я не люблю вышивальные недели снимать потому что в моей вышивальные недели будет каждый день один и тот же процесс и зрителям это скучно то есть как день сурка вот я когда смотрю такой формат для меня это день сурка я не очень люблю формат вышивали недели когда вышивается один процесс ну или два все-таки я люблю насыщенные вышивальные недели потому что видео получается длинное и смотреть одно и то же в этом видео вот лично мне не интересно поэтому я эти вышивальные недели снимаю очень очень редко либо когда вот несколько процессов либо когда есть готовые работы но либо тогда нужно там еще как-то разнообразить какими-то походами в магазины прогулками ну то есть что то еще показывать помимо вышивки когда только один процесс ежедневный и никаких нет там дополнительных фрагментов из жизни то ну вот но это мое мнение вот по мне скучно поэтому я не хочу эти вышивальные недели снимать часто меня спрашивают девочки почему у меня так мало форматов вышивальные недели я больше люблю влоги а то есть они разнообразные да еще чем мне сложно снимать вышивальную неделю я какой-то день бывает вообще не хочу снимать вот я просто хочу отдыхать расслабленно вышивать и мне не хочется брать камеру в руки либо какой-то день я вообще не вышиваю мне тоже нечего показать то есть бывает я понедельник вторник забыла снять закружилась беру среду мне тогда надо со среды до среды до показывать не с понедельника по понедельник со среды до до среды но я могу поснимать 3-4 дня на пятый день опять закружиться и забыть взять камеру в общем никак девчонки у меня недели не получается поэтому все у меня формате влогов вот если у меня разные там вышивки разные фрагменты то я называю рукодельный влог но вот на этот раз решила прям честно ежедневно вышивать и снимать неделю мне трудно ну в общем для меня это сложно может быть если бы я занималась только вышивкой у меня был бы один канал мне бы было легче но поскольку у меня три канала и я еще работаю мне тяжело в общем не знаю когда в следующий раз будет у меня этот формат 7 дней 7 процессов но хотелось бы очень бы хотелось потому что я думаю смотреть вам интересно напишите в комментариях интересно вам смотреть в одном видео много разных процессов и вот тогда по этим вашим комментариям мы даже сделаем вывод вот зачем блогеры начинают много процессов посмотрим каких комментариев будет больше но я уверена просто что будет больше комментариев что нравится в одном видео много процессов ну вот собственно это ответ на вопрос почему блогеры много начинают ну все, посмотрим что будет завтра воскресенье Пасха так как я и предполагала не удалось мне сегодня повышевать были другие заботы но все-таки кое-что я сделала вот видите, с прошлого года у меня вот такая заготовка от фирмы Мережка вот такая вот красивая заготовочка, она уже вышита ее нужно вот сюда пришить, почему я ее сразу не пришила потому что мне как-то хотелось задекорировать край мне совершенно не хочется оставлять вот такой край, я долго думала что же сделать и в итоге забросила этот процесс знаете уже сейчас что думаю я наверное приклею я конечно не знаю мне кажется что декоративные швы вот здесь будут смотреться красиво может быть я потом пришью я не знаю вот смотрите половина вышивала белыми нитками половина голубыми я хотела проверить видно ли будет потому что многие говорят допустим почему вы черный бисер белыми нитками пришиваете там или как ну многие кто не вышивал бисером сомневаются ну вот видите да половина белыми а половина синими абсолютно не видно совершенно не видно вот это был у меня такой эксперимент так даже иголочка у меня здесь торчит кстати когда показываю процессы потом бывает на полу нахожу иголки почему я не вышиваю парковкой даже когда игла а игла у меня одна я иногда все равно их нахожу на полу главное чтобы не на кровати потому что вот сейчас я снимаю на кровати коробку поставила так ну что как-то надо это пришить край задекорировать вот видите как я не люблю оформлять очень не люблю оформлять но это сделать нужно хочу вот прям максимально близко отрезать приклеить а по краю может быть бусинки пришить может быть вот в эти дырочки пришить бусинки у меня по моему бусинки есть или бисер ну в общем вот такие у меня планы пока не знаю вот никак у меня не лежит душа к оформлению никак но это сделать нужно в ближайшее время потому что если я на прошлую пасху не успела ну хотя бы на эту нужно успеть это сделать но смотрите я сегодня тоже кое-что рукодельное сделала я хотя бы пересмотрела процессы свои какие мне нужно завершить вот видите у меня здесь без корнюшки от фирмы Клард которые нужно оформить затем я освободила раму для нового процесса на эту раму у меня натянута была вот эта вот работа это вышивка лентами а я планировала вышивать лентами даже их погладила все привязала но они так долго пролежали я так и не начала потому что набор лентами ну если начала то нужно заканчивать и оформлять иначе они пылятся я не люблю работы лентами стирать ну поэтому это вообще для меня не вариант если я возьмусь вышивать лентами то закончу и сразу оформлю ну в общем сняла я раму освободила у меня большая рама 40 на 60 я ее одену на станок то есть буду менять у меня там снежный барс чтобы можно было мне менять раму и я начну новый процесс какое вы увидите в следующих на моих роликах ну в общем я освободила на это тоже понадобилось время пока это все сняла пока тут вот перебрала и так у меня руки до оформления не дошли еще нужно мне видео будет сделать на свой блогерский канал декупаж на пасхальных яйцах и салфеток я делаю у меня здесь на вышивальном уже есть такое видео прошлый год или позапрошлый год я снимала но все равно тоже хотела снять еще и на второй канал потому что тогда у меня опыта не было может сейчас уже получше получится поаккуратнее может какие-то новые нюансы еще по ходу расскажу поэтому еще нужно сделать видео ничего не успеваю девочки совершенно ничего не успеваю тем более вот когда я себе на неделю напланировала 7 процессов как видите в воскресенье уже сдулось но на все времени не хватило у меня все на этом я буду заканчивать свою вышивальную неделю вот такие были у меня 7 процессов остальные свои работы я покажу в следующих видео и еще пришла посылочка мне из магазина мир вышивки также я сниму видео и покажу в следующем видео что же теперь у меня есть чем пополнились мои запасы на этом заканчиваю видео большое спасибо за просмотр всем желаю удачи с вами была Инесса пока-пока пока-пока